Настроение хорошее, а чего? Грех жаловаться. Это почему? Ну, коллектив хороший. Настроение у всех хорошее. Все друг друга поддерживают, поэтому все на позитиве. Надо всегда на позитиве быть, отгонять от себя этот негатив, потому что его и так очень много вокруг. Нормальный. Старт сезона нормальный. Можно было и лучше. Начали неплохо, но просто не надо останавливаться, не надо зацикливаться на этом. Стараться побеждать в каждой игре. Никаких ничьих, только победа. максимальный настрой. Даже те люди, которые мало сейчас играют, по ним видно, что они настроены позитивно и стараются помочь команде, даже если они выходят образно говоря, на 5 минут. Даже если на минуту, он все равно выходит, он пытается отдаться полностью. Ну, это, наверное, как-то сплочает коллектив, это каждый видит, и поэтому нормальный микроклимат хороший поэтому в команде. Потому что я из Дитовска уехал 15 лет назад уже такая цифра, уже мне 30 будет пола жизни, я уже прожил не дома. И меня и еще одного парня с Витебска нас заметили, двоих и забрали в Динамо. Вот. И так я переехал уже в Минск. Да, восьмой класс. Восьмой класс. Все, то есть и больше дома ты... Да, и так я вот больше в Витебске я больше не жил, получается. Уже моя, как бы, началась такая самостоятельная жизнь взрослая. То есть у нас не было там таких тепличных условий. кормили нас два раза в день. Мы жили, получается, в общежитии в БНТУ. Китайцев тогда еще с вами не было, да? Нет. Был вариант поехать в Солигорск в дубль или поехать в первую лигу. Я выбрал первую лигу и... Ну, я не жалел об этом. А почему? Мне 18 лет было поиграть на взрослом уровне и уже почувствовать взрослый футбол. Потому что дубль, ну, это детский футбол, там, как бы, вот сказать, романтичный футбол. Хочу, бегу, хочу, не бегу. Ну, в таком духе. Там с мужиками. Да, то есть, а там уже это взрослый футбол, там... Слушай, ну, при всем уважении к молодым ребятам, а много ли сейчас парней 18-летних, которые могли бы вот так по 23 матча играть в первой линии с мужиками? Ну, сейчас же есть лимит. Как это называется? Лимитчики. Ну, вот они играют. Правда, они искусственно играют. Искусственно. Да, ну, это не есть хорошо, я считаю. Просто когда человек знает, что его поставят в состав при любом исходе, он расслабляется. То есть он снижает к себе требования и потом это ничему хорошему не приводит. То есть они или закончат с футболом, или будут такими вот искусственными. После Полоцка я вернулся в Динамо. Тогда команду возглавил Кривушенко. После первого сбора мы подписали контракт на три года. Ну, как бы, потому что, ну, объективно, мне было тяжело. А кто у тебя тогда был с тобой на позиции, какой ролик? Порываев, Андрей. Тем более Динамо такая команда, там, или ты... Если ты молодой, то ты должен быть просто в порядке в сумасшедшем. Да, то есть если ты чуть-чуть не дотягиваешь, то им нужно все время выполнять задачу какую-нибудь. Я пришел, получается, в аренду в Могилев. Дмитрий Калачев на моей позиции играл. То есть все люди с сумасшедшим опытом, по белорусским меркам, очень квалифицированные футболисты. И сам я себя в некоторых моментах просто вел, ну, так, я бы сказал, непрофессионально. Не обижался. Ну, то есть я неправильно себя вел, это я сейчас понимаю. Молодой? Да, молодой. Я говорю, юношеский максимализм зашкаливал просто. Ставьте и все. Ну, я считаю, что я прибавил все равно за тот сезон. Вот. И по прошествии этого сезона они меня выкупили из Динамо. Они обменяли меня на вратаря, который сейчас там в Динамо, получается, это молодой. Игнатович? Да, вот, на Игнатовича поменяли. Да, и все. 2009-й. Я уже провел 14 матчей. Я сыграл на третье место, наверное, это Динамо. Тоже он начался не так гладко, как бы я сказал, для меня. Получается, мой конкурент был Дмитрий Калачев. И на падающем флажке, я бы так назвал, трансферного окна, к нам еще перешел Андрей Порываев. Мой старый знакомый. В девятом туре вот я вышел на замену. После этого я играл уже все игры в составе. и вот Еврокубковые 8 игр. Я только в первой игре на выезде в Албании не играл, а получается остальные 7 я все сыграл. До конца сезона я играл все игры в составе. Сон наяву, наверное. Это бы просто, ну, Еврокубки это то, ради чего нужно играть вообще в футбол и к чему стремиться. Для нас это было как путешествие такое. У нас просто все выезды были как приключения. У нас была Албания, Норвегия, Чехия и Испания получалась. В Норвегии мы играли на полностью крытый манеж, ну, искусственное покрытие, но они спросили, какую температуру выставить. Короче, мы играли плюс 17, полили поле, ну, у них поливочная система, там, на той арене проводилось это Евровидение у них получается. Нафтан у меня случился после того, как, ну, Днепр покинул высшую лигу. А что для тебя круче лично в твоих достижениях? Бронза с Днепром или кубок с Нафтаном? Ну, наверное, все-таки кубок, потому что здесь как-то я был больше, наверное, причастен уже к этому успеху общему. Учились уже твои вторые Еврокубки. Да, мы играли, получается, с Тервен-Азвездой. По эмоциям непередаваемо. 4-3 витевский и 3-3 там. Там 35 тысяч собралось, аплодировали нам после игры. Там, боже, мурашки по коже шли. Это как бы уже прошлое, что уже. Постараться еще пару раз сыграть Еврокубки. На взрывании у вас брали автографы прям болельщики или я. Там люди просто, ну, они, наверное, как-то футбол воспринимают совсем по-другому, чем у нас на постсоветском пространстве. Для них это что-то большее. Просто там обычные бабушки, дедушки, они пытались там что-то к нам подходили. Ну, понятно, что мы там не понимаем, но они что-то нам там говорят, расписаться просят на постерах на этих. Другая, наверное, немножко культура. Не обидно было обращаться в наши реалии? Да нет, ну чего. Я бы не говорил, что у нас так все плохо. Я вообще противник этого, что у нас плохо. У нас тоже нормально. У нас нормальный уровень чемпионата. Просто мое мнение, что его надо освещать так же, как в соседней Польше. Я вот с Федором Черных разговаривал, он говорит, ну у них чемпионат вообще не отличается от нашего. А у них чемпионат освещается как топ чемпионата. У них атмосфера создана такая. Но это же тоже зависит от прессы. Сглазить это же не про нас. Красавчик, но это не свиверное. Нет, я вообще к этому спокойно отношусь. Правой ноги выйти, шнурок левый завязать. Все просто уверенным в себе надо быть. А это все вселяет в тебя только какие-то сомнения. Все эти предрассудки. Слушай, ты уверен в себе защитник? Ну стараюсь побороть в себе вот эти... Конечно, бывает, что такие волнения и как бы нотки такие, но я их себе стараюсь давить сразу, то есть на Крыму. А как спустя полтора года ты себя чувствуешь известно? Я пришел сюда, я хотел доказать как бы наверное и людям, которые на меня в Могилеве не поставили и себе доказать свою состоятельность. То есть я два года не играл в высшей лиге. Прошлый сезон я довольно-таки ровно провел стабильно. Стабильность признак мастерства. Нужно всегда какие-то мотивации дополнительно искать и нельзя довольствоваться уже достигнут. Привет, Рюхан. Что, не выходили еще сразу? Только что свистнули. Я думаю, мы с этим пловом должны сыграть отлично и за Слуцком будет Виктория. Еще раз. Отталкиваясь от состава Бреста после финального матча с БТ, я думаю, что сегодня Слуцком праве рассчитывать не то, что даже на ничего, а может зацепиться за победу и набрать полноценных три очка. Статистика в последних матчах чемпионата между Слуцком и Динавой Брест говорит в пользу случайных. Статистика. Победа, только победа, только победа. Только победа. Мы всегда с ними играли хорошо и должны выиграть сегодня. Мы должны наказаться кубок, потому что мы две игры проиграли и я думаю, на Слуцком в земле мы их наказали. Андрея Залескова рады видеть. Рады, рады. В Бресте видели его. В Бресте хороший памятник. Очень рады, конечно. Пускай играют. На лучший бой! Время судьба! Время судьба! Возле умерли! Возле умерли! Шерсть консульта! Иди! Только слух! Только победа! Только слух! Только победа! Давно хотелось сыграть в полную игру. Сыграл, чувствую, что физически уже в принципе готов. Надеюсь, буду получать игровое время и помогать слуху. И сразу лучший игрок? Ну, не знаю, кто там оценивает. Я думаю, что лучшая была сегодня в первую очередь команда. Командная игра у нас была неплохая. Конечно, можно было сыграть лучше, больше контролировать мяч. Я думаю, нам стоит добиваться. Но, в целом, результат, я считаю, более-менее положительный. Конечно, хотели победить. Но Брест с крепкой командой мы видели, как хороший исполнитель. Поэтому закономерно будет. Очень тяжелая игра получилась. Мы настраивались на нее. Знали, что будет очень тяжело. Команда хорошая. Выиграла кубок. Поэтому мы настраивались только на тяжелую игру. Она такая и получилась. Но у нас хорошие моменты были. Обидно, что не приобрели трещь. У нас будет. Ух, я буду свободен. Ух, я буду свободен. Ух! Молодцы! Ух, я буду свободен. Ух! Ух! В начале матча не показывало то, что Брест недавно играл в кубок, потому что двигались все они хорошо, перекрывали все зоны. И мы не могли нащупать такую игру, контролировать мяч, не могли сделать передачи, поэтому приходилось играть больше длинными. Но во втором тайме видно было, что Брест немножко и подсел. И у нас появилось больше простора, больше возможностей играть в пас. Но в целом я не думаю, что они сильно ослабли из-за кубка. Наоборот, победа им дала положительные эмоции. Скорее всего так. Потеряли два очка или приобрели одного? Не могу даже ответить. Наверное, потеряли. Подскажите, молодой человек, не потеряли. Я ему доверяю. Борис тоже доволен. Я думаю, да, исходя из того, что заканчивали в большинстве, правильно, момента в конце было достаточно, поэтому потеряю два очка. Вот есть на чем работать, как говорится. Хорошо, что есть моменты, а голы придут. Забивай! 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 В процессе своих экс-партнеров как играть было? Я не воспринимал это, как не загонялся, как говорится. Поэтому приятно встретить ребят, с которыми играл, с которыми предсезонку в начале проходил. Поэтому всегда приятно встречаться с людьми, тем более я в аренде здесь. Как-никак придется в конфесс-сезон возвращаться, а как было дальше. Может поэтому и не забил сегодня? Может быть. Советские! Советские! Беложили флаг! Привет, с тобой! Вперед, флот! Мы с тобой! Вперед, флот! Мы с тобой! Вперед, флот! Мы с тобой! Вперед, случайно! Вперед, случайно! Продолжение следует... Уже набираем какие-то очки, поэтому смотрим в будущее с оптимизмом. Ребята многие набирают форму за счет тренировок с основным составом. Это все опыт, это все кондиции, поэтому я считаю, что сейчас все складывается так, как и должно было сложиться еще в прошлом году. Но сейчас мы вышли на такой момент, когда надо показывать то, что мы можем. Все в наших руках. На данный момент я тренируюсь с основным составом, и сбор в Турции провел, и мне сказали, что скорее всего буду постоянно привлекаться к тренировкам. Но хотелось бы, конечно, себя показывать с лучшей стороны, я стараюсь это делать, даюсь полностью на тренировках. А там же, как решает тренер, надеюсь, что все получится и все будет хорошо, потому что я к этому иду, это моя мечта. Всегда моим, ну как я считаю, козырем была скорость, потому что еще с детства я играл нападающего, крайнего полузащитника, бежал, бежал, бежал. И даже в Крумкачах у Алексея Леонидовича Кучука он говорил, что одевай свои лыжи и едь по этому флангу, то есть садись на электричку и так далее. Ну и скорость. Потом я считаю, что физические данные, то есть антропометрия все, ну это тоже подмечают. Это верховые единоборства, то есть потому что у меня рост 190, для защитника, даже если крайнего этого очень много, но в верховых единоборствах это помогает. То есть я люблю бороться, люблю жесткую игру, люблю, ну в пределах правил, я поступил в Минск, начал искать себе команду. Мне брат двоюродный помог, попросил за меня на просмотр в Ждановиче, был такой клуб во второй лиге. Клуб распался после этого сезона, нужно было искать новый клуб. Я увидел, что Крумкачи вышли в высшую лигу и проводят просмотры на дубль. Но я рискнул, попробовал, у нас там было, как я помню, каждую тренировку по 40 человек, то есть за весь просмотр больше 120-130 человек точно прошло. Все воспитанники каких-то там клубов, все вот кому не повезло, грубо говоря. Все увидели и все захотели, и все туда поперли. Мы тоже, вот я, Паша, Зуевич, все мы там и встретились, и начали играть. В итоге, да, меня оставили, Алексей Леонидович оставил. В итоге вот я год отыграл в Крумкачак в дубле. Считал, что я неплохо провел сезон и заслужил хотя бы попасть на сборы с основной командой. А меня, ну, не особо рассматривали и сказали, жди, жди. Я решил, что это не для меня, подумал, ну, нужно делать что-то дальше. Я подумал, что так как в первую лигу меня вряд ли кто-то возьмет без такого какого-то серьезного наигрыша, нужно пробовать дубли и вспомнил, что, ну, в Слудке когда-то играл. То есть 9-10 класс, там примерно 2 года я играл, меня должны помнить, по крайней мере. Я попросился на просмотр, приехал, вроде неплохо себя показал, вот меня оставили, и вот я здесь уже второй год. По твоей даже речи виды, что ты очень грамотный парень. Откуда у тебя вот такое было рвение в учебе? Либо это все-таки такая родительская прерогатива была? Ну, знаешь, это было 50 на 50. То есть родители, грубо говоря, говорили, что ты можешь, и мы видим, что ты, ну, ты умный парень, что ты должен хорошо учиться просто потому, что ты это можешь. Чтобы закончить просто школу с золотой медалью, если у тебя есть голова на плечах, там, или с хорошими оценками, это не так и сложно, если ты можешь. Я занимался всеми видами спорта в школе, я тренировался, я все, но все равно успевал время находить на учебу. То есть это не проблема. С трех лет уже читал книги, и как-то там все это так развивалось. Просто саму нравилось, саму нравилось читать, саму нравилось смотреть там какие-то передачи, саму все это нравилось, саму в кайф было. Родители говорили давай, и я был не против, и все довольны. У родителей даже всегда считали, что это хобби, это несерьезное. И как бы, ну, у всех таких историй куча, что, ну, ты занимайся для себя, занимайся, но главное, чтобы это не вредило твоей жизни, то есть ты там получи образование, успешным станешь, добеси и все такое. Но я считаю, что, ну, в любом случае, если тебе что-то нравится, нужно хотя бы попытаться сделать свое хобби твоей работой. Если у тебя получилось, ты молодец. Не получилось, ты хотя бы попытался. Тебя, ну, не в чем себя упрекнуть. Белорусский государственный экономический университет, маркетолог-экономист, факультет маркетинга, бюджет, дневное отделение, 4 года от звонка до звонка. Расскажи, где Слузск плохо работает в маркетинге, в футбольном курсе. Давай, может, не будем? Давай, не скажем. О печальном? Ну, хорошо. Ну, в принципе, нам нужно начинать вообще с малого, то есть хотя бы просто минимальное общение с футболистами, рассказывать, кто они, то есть доносить до людей. То есть, ну, футболисты, это, грубо говоря, какие-то должны быть героями для, ну, подражания для малышей и плюс кумирами для просто людей. То есть люди ходят, это шоу, это развлечение. Мы должны брать там интервью, создавать ролики, наполнять там информацией наши сайты, чтобы все было, это все для людей, это все развлечение, это масс-медиа, это все должно быть. А у нас как-то больше строится футбол на результате каком-то, то есть главное, чтобы команда показывала результат, а обратную сторону уже не особо смотрят. Хотя вот все говорят, что проблемы с посещаемостью, футбол хуже становится. Это все с этого начинается. Ну, нужно со всех сторон футбол развивать, а не только со стороны результата. Поэтому маркетинг это неотъемлемая часть, я считаю. Я даже, когда закончил университет, думал, если у меня не сложно, что с футболом пойду работать маркетологом в БТ какой-нибудь или куда-нибудь еще. Ну, такое желание есть. Подъезди БТ, сейчас посмотрят интервью и скажут, Паша, ладно, заканчивай с футболом, приходи к нам специалистам по маркетингу. Ну, хотелось бы футболистам сначала попробовать. Мы близки к народу, грубо говоря. Мы живем даже в одном общежитии с простыми рабочими людьми. Мы со всеми здороваемся, с всеми хорошо относимся и играем для них, и результат все для них. Поэтому, ну, они взаимодействуют с нами, мы с ними. И мы их очень любим, болельщиков, и уважаем за то, что они приходят. Поэтому я считаю, что в любом случае должны болельщики приходить, поддерживать, и мы этому только радуем. Поэтому такая посещаемость, такой результат. Нравится тебе слухие болельщики? Да, очень нравится. Какая у них есть такая изюминка? Ну, знаешь, такая изюминка, вот побыв 4 года в Минске, сравнив даже с болельщиками минскими, такая немного, ну, как сказать, простоватость. То есть нету никаких оскорбительных кричалок, нету никакого зла в отношении футболистов, даже если мы проигрываем, не дай бог там, или что-то не получается, они всегда поддерживают. То есть они вот простые люди, простые рабочие люди, которые просто болеют, желают удачи и всем сердцем за нас. Это не те, которые в случае удачи или неудачи повернутся, отвернутся. Это вот, ну, те самые болельщики, которые, в принципе, и должны быть у людей. Так у нас, так сказать, возрастной коллектив, немножко бывает трудно найти какие-то точки соприкосновения, поэтому как-то больше с молодыми ребятами. Но общаюсь со всеми, естественно, на футбольном поле, и живем все вместе на базе, там, ну, без общения никак. Но, в принципе, в комнате с Пашей Розуевичем живу, поэтому мы с ним больше общаемся. Также вот Артем Сорока пришел с БТ, мы с ним как-то сразу заобщались, я не знаю, почему даже. Как-то мне интересно вот его послушать, ему как-то со мной вроде интересно. Ну, я, там, спрашиваю у него, там, про БТ, какие-то, про карьеру его, интересные моменты, он меня, там, ну, после тренировок даже остаемся, как-то чему-то и научит, опыт все-таки. Ну, вот, общаемся больше с молодыми ребятами, с Никитой Былинкиной, со всеми, но и с ребятами постарше, там, с Виталикой Буком, с Игорем Бабко тоже вполне могу поговорить и могут, там, где-то и на место поставить, где-то что-то подсказать, где-то похвалить. Поэтому, ну, в этом проблем точно нету, это коллектив. Слушай, ты сказал, что не можем найти точки соприкосновения, ну, это понятно было, в шутку сказано. Так есть такая проблема с офи-детей внутри команды или как? Ну, в хорошем смысле. Ну, конечно, конечно. То есть, ребята знают, что я, там, допустим, нигде не играл толком, что у меня нет какого-то такого опыта. Они меня по-хорошему могут, там, где-то поставить на место, но это все от, грубо говоря, большой любви футбольной. То есть, они вот хотят, чтобы я состоялся, хотят мне на мои ошибки. Я это нормально воспринимаю, я, ну, не обижаюсь. Да, Владимирич был вторым тренером в дубле в прошлом сезоне. Очень много давал, не только главный тренер в прошлом сезоне, много давал, но и Владимирич тоже. Он, в чем плюсы для меня этого, в том, что он близок к команде именно по духу. То есть, он по возрасту близок к нам, по каким-то взглядам, то есть, близок к нам, он нас понимает. И плюс он сам не так сильно давно закончил игровую карьеру, он играл очень неплохо. Там, лучший бомбардир из Луцка всех времен и народов, символическая сборная, все дела. Поэтому у него даже есть чему учиться, как и у игрока. Он иногда заходит просто в пулю к нам на тренировку и показывает, что ребята просто за голову хватаются. Поэтому есть чему учиться и как у футболиста человек поиграл. Есть чему, есть о чем поговорить. И, в принципе, он, вот, в нем мне нравится то, что он близок к нам, но одновременно он держит дистанцию. Вопрос честный и хороший. Тебе 22 года, многие парни уже в это время играют в вышке и так далее. Ты красавчик, но ты пока еще в дубле с Луцка. Для тебя это как-то немножко давит изнутри? Либо пока ты просто еще на трамплине таком? Как для себя ты это внутри перевариваешь? Ну, психологически очень тяжело, если честно. Потому что третий сезон уже, грубо говоря, в дубле. Это с учетом того, что... Ну, с учетом кромкачей и с учетом того, что уже возраст такой. У нас в Беларуси, в принципе, все считаются молодыми перспективными, там, чуть ли не до 30 лет. Поэтому это может показаться нормальным, но я считаю, что в любом случае нужно играть. И все, опыт приходит через игровую практику. Я тренируюсь и я показываю себя. Я думаю, если бы я был не нужен, меня бы здесь не было. Поэтому, как мне сказал один очень умный человек, в первую лигу можно пойти всегда, а вернуться из нее не всегда можно. Я сейчас в клубе высшей лиги. У меня есть шанс, у меня есть чему учиться. Пока я здесь, я буду бороться и делать все, что нужно, все, что требуется от меня, потому что высшая лига – это моя мечта, в принципе. И футбол – это моя мечта, это то, чем я хочу заниматься.